Проснется будет Тихо спит Они в город уехали, но рано утром Там что-то по делам какие-то надо Что-то заказывал Они рано уехали Где-то во сколько они были? Минут 10 седьмого Они уже проехали Они остановили Люба поехала за телятами Трех телят покупает Еще бабочка и телочка Телочку Попупает Я ей говорил Да нет, а что я буду зимой делать Сидеть, а так я в пределе Елочку на кого выкарнете Я хотела к концу обеда Я говорю, приду к концу обеда Она очень огорченная А что, почему вначале не прийти к концу обеда? Что? Почему сразу не прийти? Ну что, и можно, а то поела взыранс С ворогом или Я тут сказал, что мы думали Что дальше будет у нас На костре Мы туда завезли щипы, коры Засушили всего Но я вчера пошел Лена говорит Обещает большой дождь Я сразу сказал Раз нет еще Тогда у батюшки Говорит, хорошо Вопрос ко всем Еще на картошку Которую сейчас давали Почему я подал не в самом начале, а в конце? Ну, наверное, запачкать боялись А потом На берегу картошки больше не было Правильно ли, что я сделал Что в конце обеда подал Вот напекли сегодня Ну, кого? В Голландии Тут ясно, что угли тоже гло Ну, и поесть можно Почему не в начале, а в конце? Ну, иначе бы никто ничего не сделал Ну, подтвердите Евангелие, Марта Да, Евангелие Никак Сначала подают, говорит, вино Какое? Ну, как в ткани галилейской Вино какое подают сначала А здесь нет всего Сначала дают такое Хорошее Хорошее Когда напьются Потом уже Потом можно картошку Значит, вещь идет о том, что люди упились Не понимают А у нас? Ну, объелись А у нас ели Ты уже не скажешь Когда объедятся Давай это Тогда не глядеть не будут На нее Значит, я поступил неправильно Потому что обед заставлен был Ничего нет И все туда устремились Вообще Никто бы у меня не взял А когда маленько уже наели Сюда взяли Ладно уже Так что ради уважения Ради почтения Почтения Так вы мне сказали Когда наели Что ты подаешь-то? Да-да Второе Я подал сухарь Сказал Каким образом Пекут Почему тоже в конце Кто не взял еще Возьмите на память Дома появителя Для закрепления пищи Почему в конце А теперь скажите Вот если бы Кто-то сказал Если вы настоящие верующие Делайте так Каждый день собирайтесь Вместе Обедайте за одними столами Чтобы никто Своим не считал Кто принес Что Наставили А тут матушка Расставит Садитесь Было такое время? Было Пятая глава Деяния поздно Что из этого получилось? Это недолго было Они еще остались Ничего оконного Из этого не выйдет Когда первую железную дорогу делали То сделали зубчатые колеса И зубчатые вельсы Братья Черепанова А люди стояли И говорили Ничего путного Из этой затеи не выйдет Ну и правда Так вот почему не получилось Дальше Кому она лопнула? А потом Заметь А это В египетском Рапсе Когда были Там это уже было Общая работа Общий стол И когда говорят У всех было Общая обеда Все вместе Не было недостатка То почему не написано Чем они занимались Эти люди Там в городе Если в деревне Понятно Иди поси Строй Коси Нигде Ни в одном месте Павел собирал деньги Для голодающих В Иерусалиме Но нигде не говорится Сами они что-то делали Или только сидели И ждали Когда Павел Деньги принесет Кто знает Что они там делали Те люди Которым нужно было помогать Которые были недостаточно В своей работе Прокормить себя Ну там как По словам Есть которые Ничего не делают А светятся Ну вот такие И находили То есть должно Мы все По равномерзии Мы можем сказать Что это возможно Там где люди работают Когда каждый Вкладывает свой вклад И отсюда вывод Приезжайте все Жить потеряясь Особенно молодые С детьми Чтобы сохранить школу Знаете Мы должны Каждое слово Евангелия Так поставить Чтобы увидеть отражение А я так Как брел бы себя Если в городе То у нас сейчас Это сделай в общине Ну ладно Приехали Папи Дальше что делать А тут бы каждый Смотрел Часы Так Скоро обедать Так давай скорее Кирпичи Раствор выработать надо Так ты скорее Давай Роман пили Нам нехто Руби дрова Быстрее За стол Надо успеть Бомжи сам Там нас ждет Батюшка В городе Ничего нет Они сейчас сидели В одном месте И только Ждали Когда запах Пойдет с кухни Когда в эту Так же было Как в армии Нам так хотелось Вместе постоять С чашкой Получить А еле свое Все было То есть В человеке Где-то там Есть такая тяга Быть в месте А свои-то Одно и то же А у них Наверное Что-то интересное Такое И каждый день Работа меняется Каждый день Что-то они придумывают И помню На таком обеде Я был У нас здесь была Одна бригада Вот за бинией Третья бригада Называлась И там работал Мой брат Самуил На 5 лет Старше меня Я уже был большой Мне наверное Лет 7 было Или 6 Ну на 5 Ему 11 И он что делал Баранец В школу не пошел Он пропустил Года 2 или 3 Но потом Пришел домой Сильно Не хотел идти Барана подскакивает Хватает за одежду И рвет одежду И он когда пошел Привел меня туда А там избушка была Ну рубленая Так как Вот угол Посмотрите Ну Алеша Там не зацепишься За это А наверное деревянный Он шершавый Он говорит Лез на потолок Я по углу За мигом залез Не выказывался Как только обед начался Он улез оттуда И за стол Помню Гречневая каша была Такой вкусной Гречневой каши Я сроду не ел Значит Быть вместе Как у апостолов Пятая глава Это возможно Только в деревне Я ко всем Кто будет это смотреть Говорю Приезжайте в деревню 21 тысяча поселений Это устаревшие данные Полностью исчезли Сейчас показывает Один ролик Бабушка Она 85 лет Одна На всей деревне Одна И как она на тележке Подвозит Чем она живет А мимо проезжает Хреб Торгует Не останавливается Открывает Там магазинчик Ну Проезжая машина А что бабка-то там возьмет И таких деревень Которые Уже на ладан Не дышат Ладан улетел оттуда Несколько десятков тысяч Не тысячи Ну Опровергать не приходится Почему Мы говорим Учим И кто-то говорит А губернатору Алтайского края Алтайские университеты Славятся Очень далеко Один ИГТУ Только 21 тысяча студентов 18 стран Присылает туда Своих учеников И они учатся Берут Большие Призы На зарубежных Где-то там Бывает Среди студентов А работать Почти некому Почему Все уезжают В центральные города К Арденгу Александр Барданович И говорит Билета в этом Никакой нет Конечно Нам бы хотелось Чтобы они Алтайские Здесь родились Здесь Мы их воспитали Хорошие Юноши Девушки А едут в Москву В Петербург Ну видимо И дальше едут То другое От этого Ничего не меняется Это наше Все российское Но похоже Не все российское Многие Многие едут На запад За деньгами Работают где-то Как сделать Чтобы мы здесь Платили Алтай Самая малооплачиваемая Самая низкая Зарплата Учителя У всех По России Самая низкая Вот что удивительно Я беру данные Только с интернета Я так Данных Я ни с кем Не знаю Как это все Переменеть Это не наша Задача Наша задача Быть верным Господу Быть верным Господу Вот вы Не смотрели Что она У вас гуляется Телка Одна Телка Увела С четырех Бычков Дурачков Семь 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 О А я ролик этот поставил Если написал Точка Так и у людей Одна телка Увела Бычков Дурачков Сколько Куда поехали Надо жить Чисто Никому не причинять Бреда Узнала Что у нее Началось свадебное Где-то Запри ее Корми ее В один раз За тебя А она Она только вышла Выхти сразу Сразу же Завернуть назад Сказать Поверните назад Вам легче Дома здесь Завернуть Чем идти За шесть километров Да это хорошие люди Еще отдали А могли бы не отдать Не пришли Сказал Чего ты лезешь А к утру Уже ничего нет Мы вышли В этот окол А там сейчас Я не знаю Сколько Двенадцать Или семнадцать Требухов От быков Они их сюда Привезли Перестреляли Ободрали Мясо увезли Больше ничего Это несколько лет Наверное Десять было Пятнадцать Вот Так что Благодарите Бога Что к нашим Немощам Господь как-то Перезабывали только зиму В весне Коммуна Развалилась Почему? Говорят Идти там Ну они собрали Там все Быков Там коров За зиму Половина Что передохла Чувак А сегодня Твоя Игорь Иди Как я вчера Я вчера был Сегодня ты Должен Идти До утра Перезабывали Шолохов Михаил Александрович Поднятая середина Это описал И фильм Поставленный Да Что у нас потеряевки Была коммуна Но она Только Полгода Прозимала Оно Ничье А я с больной кошкой Два месяца Вожусь каждый день Ясное дело Что ничего нет Но Мое Потому что Ближе И поэтому Если человек Желает быть со своим Это ему поддержит Статус Был один человек Альберт Швейсер В дальнейшем Он стал лауреатом Нобелевской премии Он посвятил себя Лечению Прокаженных У него была Одна специальность Он понял Туда ехать Надо быть врачом Окончил Медицинский институт И поехал Так он их брал Которые прокаженные Спрашивал Что тебе дома Больше нравится Коза Бери козу Отдельная палатка Коза рядом Около палатки У него самое большое Выздоровление было Там как раз Кажется Изобрел Япония С вакцином Отсюда Применяли где-то Человек должен Находиться Во внутреннем Согласовании С желаниями Своими Детей нельзя Никого подпускать К нему А скотина Она не заражается Проказой Почему ему нельзя Держать рядом собаку Мы должны Это увидеть И сказать Мне это не мешает В городе Все отрезано У него Единственное Качество бабок Судить тех Кто входит И выходит Они сидят Около дверей На улице На скамейке Только судят Только видят Тебе здесь некогда Судить Вот посмотрите Сколько у каждого Хозяйства Он у Нианилу Там такой светник Развела А посмотри 92 года Серафима Гаврииловна Она с огорода Не вылазит Придешь Она то чеснок Режет То еще Подрезает Где-то 92 года Я не видел Ни разу Что пришел А она днем Где-то спала Может быть Маленько И ложится В городе Это сплошь и рядом Она не смотрит Телевизор Как-то она и говорит Я так устала Пришла Молиться не могу Думаю Не пройдет Я говорит Стала тогда Гимнастикой заниматься Приседать В избе Гимнастикой Позанималась Все Я говорю Ушло Я тогда давай уже В руки Лес Все-таки Стала молиться То есть Она знает Свой способ Как победить Сонливость Лень Люди Очень интересные Потеряются У каждого Что-то свое Есть Это как Мы считаем Поднятость Или нет У каждого Своя Щудинка А если Ничего нет Ну как Голая Оглобля Один Занимается Этим Мы Будем Строить Дома Все С Выдумкой А то кто Говорил Генпед Дружинник Геннадий Петрович Это Действительно Так Я Вот Посмотрел Вот Этот Сарай У Ящуков Две Шиферинки У Неонилы Три Шиферинки Видите Четыре Шиферинки С одной Стороны Крыша А вот У них Пять Шиферинок Одна За другой То есть Это Очень Высокие Где Даже В этом Уже Какая Разница Плотников 5 Я сегодня Посмотрел У каждого Что-то Свое Насколько Все Интересно Вот Мы Прошлый раз Были Здесь 16 Сентября Я спросил Первый вопрос Где Владыка Батюшка Скажи Где Сейчас Я не знаю Где А в то время Он был В Белоруссии В Белоруссии Был То есть Он думал Что будет У нас Никакой Причины Нет У его Друзья Что-то Отмечали Епископы Здесь В память Афанасия Брестского Святого Местный святой Мы украсили праздник, митрополиты собрались, они учились вместе, видимо, в Академии. Вот так нам ответили. Я до конца узнал, а то некоторые сцепляются, вот, владыка уже к вам ездит и хочет, зазирает. Это неправда. Владыка послал всех, филавет, это его, как сказать, референт или кто, батюшка с Покровского собора, его протодьякон эфирейский. Да. Вот этот дьякон, который, он подошел в прошлый раз ко мне, говорит, а вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, нет, а вот я когда вел встречи, занятие в высшее авиационное училище, я, говорит, был курсантом там, и вас помню. То есть я иногда встречаю людей, которые пути наши пересекались, и пересекались на проповеди где-то. Вот сейчас, вы знаете, в эфире самая большая смута какая? Называется одним словом, Матильда. Ну, это я слышал, но я не знаю. Шисырская, Павлова в дальнейшем. Это была такая танцовщица, и ею был 21 год, когда ему было увлечен Николай Александрович Аромана, будущий император. И там, что было, не было, не было ничего. Но она понимала, что замуж за него нельзя выйти, это запрещал закон. То есть она императриста не могла быть. А за которую сватался будущая императрица, она отказала. Потому что ей надо было менять веру. Она англиканка была православная. В дальнейшем все изменилось. И сейчас решили поставить фильм. Он выйдет 26 октября. Сейчас только отдельные моменты показывают. Такой шум поднялся. Я еще давно не слышал такого. Все. И епископ Тихон Шакунов тоже дает ответ на это. Вот это, да, действительно знал он ее, действительно встречались, действительно любили друг друга. Но ничего не было. И она дальше воспоминания дает. Я сегодня тоже насчитал ролик. Так и будет называться Матильда. Почему вы говорите, а не говорят там Шевченко, говорит об этом Соловьев, там ругаются, матерятся. Так, Патлонская в Думу подали запрос. Образовалось общество, называется христианское государство-святая Русь. И возглавил один человек, который якобы три дня был мертвый. Калинин Александр. Мы с ним как-то разговаривали, встречались. Мне он страшно не понравился. Я смотрел на него как на мошенник. И сказал, забудь про эти воскресенья. Иди работать. Он не пошел. И он во главе этого общества, как моя Божья воля называется. Это я царе онов-то был. Такая примерно. И он во главе. Вот такая борода, когда там все с чектантами возился он. Но, видимо, этого мало. Я мысленно представляю, как его выдвигал. Кто? Это поп-гопом. В свое время. А потом в шкафу нашли повешенным. Православные ждут царя-батюшку. И называют его искупителем. Это подробно Осипов говорит. Какой искупитель, когда Христос искупитель-то? А они именно за это бьются. А вдруг столетие. В октябре, будет в ноябре, 7-го столетия, как революция. Царь потерял государственную власть. И вот теперь фильм-то поставлен на этих постельных сценах с царем-то. Ну и поднялись, конечно, Шевкунов. Епископ Тихон-то, он очень тоже недоволен. Там выступают знатные люди, прокуроры. В Думу подали. В Думу. А Дума якобы вынесла свой вердикт. По сегодняшнему законодательству было бы, царя точно так же расстреляли бы за то, что он сделал. То есть, они разбудили, будируют эту тему, называется. Но вывод дела это абсолютно не тот. Я отвечаю в такой позиции. Ну давайте так, мы не знаем, свидетели умерли. Она, где, 29 лет, кажется, артистка жила это, танцовщица. Показывает, как она танцует. Сохранились там, видимо, еще кадры где-то. Допустим, было. Ну что такое? Молодой человек, расположенный, актриса, к ней там такие, к ней зятам, проще сватались. Могло быть, а почему нет? Блудное мытарство из 20 мытарств после смерти самое плодовитое. 19. Пьянство, убийство, войны, гитлер, там все. Меньше, чем на блузе. На блузном, на измене, больше погибает людей и проходит мытарство. Ну допустим так, это касается царя и ее. Сегодня в обществе волнения не такие должны быть. Волнения самое главное моей душе, спасусь или нет. А сегодня так, как будто что-то зависит, вторая революция. Я это все раскрываю. Чего они хотят сейчас? Здесь ждут императора. Его уже отдельно священники короновали. В России второй император, кроме Путина, то он не знает, может быть, еще. Мы везли дорогой священника, который его короновал. С нами ехал. Сколько мы там ехали? Наверное, 1300 километров до Барнаула он доехал. Вот. Кто это делает? Кто делал революцию, я говорю. Кто все это делал? Кто не работает? Ты нигде не найдешь никого из этой нации. Мы были в Биробиджане. Это столица еврейской автомойной области. И я спрашиваю, сколько здесь евреев? Он говорит, примерно 10% из их области человек. Грамотный очень это преподаватель, кажется. Я говорю, а сколько живет в сельской местности? Он говорит, ни одного. А где? А все здесь. По-разному. Ведомство, в новой должности придумывают. Это евреи. У них другое назначение. Кто видел еврея одного тракториста? Поднимите руку. Одного скотника? Кто еврея видел? Кто видел, как он качает нефть? В огороде или где-то? Нефть они качают. Нефть качают. Качают. Только он на верту стоит. Он сам там нефть не будет стоять. Я это как раз и говорю. Им это по штату положено. Почему? А они ждут Машиаха, Мессию. Царя своего ждут. Вот этот. А теперь они проверяют. Кто ждет царя? Там монархическое общество, большие довольно. И они задели их. Они сейчас вот это христианское государство. Калинина уже задержали этого Сашу. А они давай поджигать машиной. А кто ставил фильм, у него интересная фамилия с большой буквы Учитель. Вот найдите у русских какую фамилию это. Барабаш можно найти. А Учитель не найдешь. Алексей Учитель. А они пошли. А там наружное наблюдение. Показано как они идут. Я сегодня смотрел. И как их допрашивают крепкие, мускулистые ребята. Их выбирают как Навального. Я знаю два варианта как. Так, им нужно разбудить общество. Чтобы вылезли все противники этого режима. И кто хочет царя. И вот сейчас они сумели это сделать. Люди прямо как в сумму послалили. Там уже другие начали говорить. Да ничего нет. Еще бы этого. Теперь машину разогнали. Где этот живет. В дом ему уже вломили машину. Автор, который ставил пильта. И буквально все. Куда ни кинешься. Везде Матильда, Матильда, Матильда. А все мертвые. Никого нет. То есть они умеют разбудить людей. Раскрутить на одном месте. Вот они сделали. Сегодня узнали. Но чтобы их вытащить. Должна быть фигура. На которую люди будут равняться. На него будут выходить. Он будет их знать. То есть всех надо выявить. И они выявляют, как Алексея Навального. В Америке побыл. Поучился. Приехал. На время арестовали. Выпустили. А за ним идут люди с плакатами. Там демонстрации. Все даны на учете. Которые сильно закричали где-то. Буквально всех посадили. Из тех, которые противились власти. И один из них готовился убить. Кто энергией у нас заведует? Шубайс. А? Шубайс. 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 Два покушения на него сделала. Не удалось у него бронировано. Автомобили его арестовали. Полковник Горух. Вачков Владимир Васильевич. Там боевой такой офицер. Ну низенький ростом. А сейчас показывают. Тюрьмин сидит на школьке. Тихенько, спокойно. 14 лет. Кажется, 14 лет намотали. И этих они выявляют. И ты же сам вылез. Вылез. Закон знал. Их не просто куда-то девают. А по закону девают. По закону арестовывают. Закон принят. Полиция будет арестовывать подряд. Нигде не власти. Наш царь Христос. И вот они теперь этого Сашу Калинина взяли. Я думаю, так. Работать не может. Я предполагаю. У меня данных на это нет. Отдельно где-то встречаются. Так, ты это делал, делал. А ты знаешь, что это статья какая? Так. Соглашайся. Это я и с Навальным знаю. И там это Явлинский. Все это на одном шнуре висят. Ты должен сейчас поднимать, узнавать. Конечно, тебя придется арестовать. О уголовной статье. Немного дадут, выйдешь. Но авторитет твой будет на всю Россию, на весь мир. А ему это надо. Он страшно тщеславный. Его медом не хормишь. Он где-то говорили, написали где-то. Вот он сейчас вылез. И там были. Отец Исааки и был. Иван и он. И, главное, эти стоят, молятся. А вот Сергея Козлова за руку подошел даже. Взял на фотографии и держится за рукой. Держится. Чтобы видели, как он близок. Петух не пропоет дважды, как трижды отвекутся от него. Я сегодня посмотрел на это все. И нужно видеть, что за кулисами. А за кулисами, что ли, не тихо, никто не говорит. Это идет проверка нас на императорское величество. А, это унизили нас. Это наша святыня. Мы канонизировали. Когда канонизировали, вы знали, что это будет? Зачем это нужно было? Вы знали это за царем. Так, короче, царя надо дискредитировать. Что ему приписать? Воровал. Как он воровал? Он хозяин земли. Пьянствовал и пьянствовал. Извинял. А вот тут мы его зацепим за Токшесельского. А тут Матильда нам поможет. И мы раскрутку сделаем. Мы посмотрим, как эти патриоты вылезут. Они будут бросать машины, поджигать то другое. Мы их живо подберем. Одним махом. Дадут указание, вы думаете, что все будут арестованы. Моя просьба вам нигде не вылазьте. Нигде не подавайте голос. Не голосуйте ни за какую партию. Только молитесь. Господи, вразуми всех. Чтобы на президента не было покушения. И чтобы эти люди неразумные. Они искали Христа. Они не знают. Сто лет назад было. Сто лет назад с лишним. Так сто лет это только до революции. А ему восемнадцать лет было, отбрасывали. Сто тридцать лет назад было. Но там, которые люди это делают, они все просчитывают. Ошибки нет. Тема избрана правильно, понятна. Ну, что-то непонятно. Такое маленькое понимание. Как писал Достоевский. Десятилетие и уже развратное. Десятилетие и уже развратное. Так это 1861 год. Что ты хочешь? Что сегодня-то спрашиваю? И вот избрали эту тему. Сейчас эта тема буквально будет. Я сейчас посмотрел. Ни конца, ни края нет. Но епископа пришлось выслушать до конца. Говорит, да, действительно, любил. Да, действительно, влюбленность была. Живи с тем. Но потом, когда она дала согласие Александру Федоровну, он сказал, тут показывает, что он изменял будущее женатым. И что Александра с ножом пришла, ее дала почти чуть-чуть, зарезала. То есть дашь мотать, что хочешь. И вот на данный момент вот эта тема, она где-то будет на вашем пути вставать. Я через это просто выхожу. Для чего это делается? Для того, чтобы выявить противящиеся, которые желают другого царя, кроме того, которого нам представит Иерусалим. 18 марта будут выборы президента. В марте. Теперь я хотел про батюшку немножко сказать. Когда он родился, была хорошая погода. Была хорошая погода. Это название, которое дают, она на следующий день. Он родился в день Рождества Богородицы. Так мне помнится. Я помню, бежал, прыгал на одной ноге к отцу. А отец, где болотца тут, гнал коров. Я подбежал. Что там дома-то? Я говорю, мамка, парнишку нашла. Не родила ничего, нашла. А где она брала? У нас в углу прогнили доски, была дырка маленькая. И ей показывали дырки. Я до того не любил эту дырку, а то мусор всякий. Вроде запечатали. Сюда вылезет парнишка опять. То девчонки пошли. Так махну рукой, думаю, бесполезное дело. Отец помнил вот так вот усадок. Залыпался и пошел. Отец наш ничего не знал. Но уходя на войну, он матери сказал, она была беременная, что если аборт сделаешь, домой я не вернусь. Это у беременной Дуси была. Понятно как? Если бы все мужья так смотрели на жен, как мусульманам, она каждая дает обет. Родить для Аллаха пять сыновей. Но не каждая удается. А сегодня другая ситуация. И сегодня я прочитал материалы, которые говорят, что у нас уже больше 20 миллионов китайцев. Здесь. Напротив, кажется, 17 дивизий, которые Япония разворачивает там с этим, с кем они там, с Кореей или с кем вместе. У нас ни одной на Востоке нету. Напротив, 101 китайская, одна, одна, ясно делаю, что ржавые, говорят, ракеты. Но Бог силен, пока хорошее отношение с Китаем, нужно благодарить Бога. И не ругаться, а молиться. До чего китайцам дают? Земля пустая, почему не давать? Люди говорят, 1,3% людей владеют 30% плодородной почвы. Это что, законно? Ну и весь ответ. Земля Божья. Там вопросы поднимаются не просто так. Собрать деньги по 150 тысяч долларов каждому русскому, чтобы освободили землю. Поезжали куда-нибудь, где их примут. Так что, смотрите, знайте, нам Бог дал счастье быть здесь. Земли хватает. Видите, какие радостные у нас встречи бывают. Каждый день мы это делаем, ну, я не знаю. Я так ничего не пришел. Вот смотрите, какое. В Алтайском крае на 1 квадратный километр приходится 16 человек. Красноярский край 1,2 человека на квадратный километр. Иркутская область 3,3 человека. Кемеровская 29,7. Самое множество Кемерово. Шахты. Да. Новосибирская область 14,9. Омская 14,4. Томская область 3,3 человека на квадратный километр. Вот так вот. Вот такие данные. Сколько где живет? В Алтайском крае. 54% живут в городе. Но это данные примерно 10-летней давности. Вот. 71% в Хакасии. В Иркутской области 79,4% жителей в городе живет. Кемеровская область 84,5. Новосибирская здесь что-то нет у меня. Омская 69, Томская 70. Это городские жители. Но это было еще это. Еще в то время не было таких новых районов в Барнауле, которые там 15-этажных домов еще не было. Сейчас все дома эти, все заселены. А какая плотность надо выписать там в Таиланде? Ну нет, это я выписал из этой. Когда я подошел к концу Дмитриеву, слышу грохот. Когда я выходил, ходил они веником подметают, оскопки. Не ложите больше 7 тарелок. 7 пределов. Больше не надо. И будете ложить все равно. Я батюшку спрашиваю, когда поехал со священниками, они как? Довольно все. На, теперь. Они же привезли много. Журналы. Как Буша называется. Тут никому не отдать, не отдашь. Когда свезти в город, там раздали. Это епископ поставил номер. Не поставил. Две пачки. Да. Там пачки, пачки. Эти уже все набрали. Эти можете туда забрать, а в городе тогда раздать. Ну тебе кто приедет, иногда и приезжают. Вот так вот. А то еще скажу, что не пельмени, почему. Не пельмени, а то же просто тесто. От теста. А кто-то мясо вытащил отдельно. Да. Отделил. На кухне был. Такие есть у нас. Пошла, думай, сейчас рукой бы зацепила. Для этого все было новым. Свои человеки. Не востребовала. Чуть не едва. А сколько лет прошло после того, как ты к тядьке-то бежал говорить? Сколько лет прошло после того дня? После какого? Ну, когда ты к тядьке извещал, что я родился. 53. Сколько? По-моему, 73 уже. Правильно? Правильно. Мы еще поминать будем? Вот. Неанила Александровна и говорит. Про пласты батюшка не будет. Как не будет? А я отвечаю. Нас не будет. Еще лучше, может быть, будет. Убили, когда Стефана. Народ плакал и рыдал. А никто не думал, что из убийцы получится Павел. Отец Михаил говорили, ой, у нас такого нет, Екатерина Федоровна. Погиб отец Михаил. Прошло, наверное, полгода. У нас сейчас такой батюшка, лучший отца Михаила. Отец Николай такой, он разговорчивый. И все, и все, и все, и все. Вы ныне пресны, вовеки, вовеки. Господи, поминуй, Господи, поминуй, Господи, поминуй. Благослови. С нами Бог, Своей благодатью и человека, любим всегда, ныне пресны, и вовеки веков. Аминь. Спаси Христос. Слава Богу. Спаси Христос. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Спасибо, Христос, всех вас. Назаре молится, как первые христиане одни средства. Христос, охраняйтесь под ее батюшку.